Приветствую вас, Лина. Первое, на что я бы обратил внимание, это на то, что вы не задаете вопрос свой. То есть вопрос в вашем тексте его нет. Да, вы описываете, вы описываете какие-то ситуации определенные, вот вы описываете какие-то моменты, тоже определенные, но вы не задаете свой вопрос и не совсем понятно, чего вы хотите от специалистов в данном случае. Это первое. Дальше. Вы пишете, мне 21. Никогда не было отношений. Поскольку вы начинаете с возраста, то, соответственно, я должен у вас спросить, да, какое значение для вас имеет возраст. Вы поняли позже. Вот, говорите. То есть, имеет ли значение для вас возраст? Если да, то какое? Какое конкретно значение имеет возраст? Для вас. Это очень важный момент, на самом деле. Потому что, вполне вероятно, что одна из причин, по которым вы не можете выстраивать отношения, это вот как раз таки некоторая проблематика. Некоторая проблематика в вопросе восприятия себя, восприятия вами непосредственно, непосредственно себя, самой. Вот. Следующий момент. У меня никогда не было отношений. Пишите вы. Для чего вам нужны отношения? Зачем бы вам они нужны? Именно отношения. Для чего? Чтобы вы могли получить. Для себя, с их помощью, например, получить. Чего вам, к примеру, не хватало. Сейчас. На данный момент. Следующее. Вы говорите, что стыдитесь своих чувств. Очень важно. Очень важно. На мой взгляд, понять. Очень важно. С чем связан? Ваш такой стыд перед своими чувствами. Так почему вы своих чувств стыдитесь? Почему вы их боитесь? Что, ну, мотивирует вас? Что, ну, мотивирует вас их бояться? Что, вообще-то говоря, с вашими чувствами не так? Что с ними плохо? Почему другие люди чувствовать могут и чувствуют, а вы чувствовать не можете? И, ну, для вас это получается что-то такое крайне, ну, крайне, может быть, страшное, непривычное. Вот. То есть это очень важно, этот момент. Очень важно рассмотреть. Вот. Этот момент. Этот момент очень важно разобрать. Потому что это то, на что, ну, это то, что влияет на ваше поведение. Дальше. Вы говорите о том, что все, что вас интересует и волнует, это карьера и престиж. Если честно, если честно, я не очень понял, в каком смысле вы это сказали. Это правда или нет? Если вас и правда волнует только карьера и престиж, то что в этом такого? Чем вас это волнует? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ так скажу, единственным мотивирующим фактором вашим. Получается, что вы чего-то хотите, но стыдитесь этого. Получается, что вы в чем-то нуждаетесь, но стыдитесь даже сами себе, если я правильно вас понял, даже сами себе стыдитесь в этом, признаться. То есть почему-то вы опретаете свои желания, вот, опретаете свои потребности, которые у вас есть. Да, возможно, это идет из семьи, возможно, это идет из детства, вот. Так или иначе, с этим можно поработать, да, и помочь вам, вот, с этой ситуацией справиться. Да, да, то есть перестать, ну, условно говоря, быть зависимым от нее, от этой ситуации. Потому что сейчас, ну, понятное дело, что вы не можете вести себя естественно, вы не можете вести себя свободно, да, в том числе и с мужчинами, потому что, ну, вот, не принимаете своих желаний. Ну, вы боитесь близости, это я полагаю очевидно совершенно, что вы боитесь близости. Страх близости связан с проблемами личных границ, вот, ну, в первую очередь, с проблемами личных границ. То есть, ну, нет четко проставленных личных границ вами, вот, не привыкли, не научились, там, боитесь и так далее, вот. Ну, и, соответственно, поработать с личными границами очень даже можно и нужно, вот. То есть, это будет вам полезно. С чувством такой вот, может быть, собственной защищенности тоже можно поработать. Чтобы вы принимали то, что чувствуете, то, что вам нравится, вот, и так далее. Хотя, конечно, понятно, что речь здесь идет по правильному обоцениванию себя и о, так сказать, осаждении вас, вашими близкими людьми, вы, ну, важный для вас период. Например, например, в детстве, вот, так что, к сожалению, как бы это, вот, не было бы грустно, да, и печально, но, как бы, работать, ну, не надо. Вот, вот, в принципе, то, что я мог бы вам ответить, вот, то, какой бы ответ я мог бы вам дать, исходя из того, что вы написали. Опять же, обратите, пожалуйста, внимание, да, на то, что вы мне задаете вопрос свой. Вот. То есть, по-прежнему непонятно, какой у вас запрос к психологу, вот, чего вы хотите. И что хотите бы себе изменить. Ну, к примеру, к примеру, если вы не знаете, что хотите изменить, допустим, то мы можем вам помочь. Себе разработать. Мы можем помочь понять для себя, что именно вы хотели бы себе изменить. Если вам сложно это сделать самостоятельно. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Удачи! Продолжение следует...